Друзья, если вы хотите приобрести резиновые петли, перчатки для тренировок, турники, брусья и так далее, любые аксессуары для тренировок, вы можете приобрести на Workout Shop. Я закупаюсь именно там. Здравствуйте, уважаемые граждане. Меня зовут детектив Моррис. Мне пришло очень много заявлений вот на этого человека. Его зовут Игорь Войтенко. В простонародье просто царь. Многие граждане считают, что он употребляет эти... эээ... стафилококки... спермато... стероиды? Извините. И сегодня я, конечно же, постараюсь разобраться в этой ситуации и полностью закрыть это дело, потому что предыдущие мои коллеги не смогли и скончались от того, что на них обрушился хейтерский шквал. Сейчас давайте же начнем и просто посмотрим, как отличается Игорь Войтенко от химических спортсменов. Это будет спортсмен Мэнс Физик и Бодибилдер. Что мы можем видеть? Игорь Войтенко имеет обычную форму. Естественно, он такой подкачанный, конечно, но он не такой рельефный, как, например, Джефф Сейд. Не такие у него огромные рельефные мышцы, как у Катлера. Что это значит? Это значит, что в сравнении мы поняли, Игорь Войтенко не является химиком. Почему? Потому что он не дотягивает по форме до профессиональных химических атлетов. Давайте же теперь посмотрим на силовые показатели Игоря Войтенко. Что касается подтягиваний, то Игорь подтягивается не особо много. Это значит, что у него не хватает выносливости. Почему? Потому что он не химик. Также в жиме лёжа он очень много жмёт. Больше, чем обычные натуралы гораздо. Это значит, что он химик. Отжимается он очень много. И это значит, что он, не знаю, ну, возможно, он накачался очень хорошо. И поэтому он отжимается очень много, потому что у него хорошая выносливость. Тут мы отдаём, конечно же, в плюс того, что он не химик. Почему? Потому что у меня есть друг, который весит примерно столько же, немножко поменьше. И он жмёт 100 кг на 7 раз. А Игорь Войтенко жмёт 100 кг на 12-11 раз. Это значит, что в натураху можно достигнуть таких результатов. Третий пункт – это, конечно же, выносливость. Выносливость у Игоря Войтенко очень хорошая в отжиманиях. Как мы знаем, он отжимается где-то примерно 80-85-90 раз от пола с хорошей чистой техникой. Это хороший результат, но этот результат не говорит о том, что он химик. Почему? Потому что натуральный атлет, который занимается очень много, очень усердно, может добиться таких результатов. Поэтому это опять в плюс того, что он не химик. Четвёртый пункт – это генетические особенности Игоря Войтенко. Мы можем видеть, что он в большинстве случаев очень хорошо тягает большие веса. В подтягиваниях он подтягивается с 32 кг примерно на 10 раз. Жмёт он штангу 100 кг на 12 раз. Это значит, что он не чистый эктоморф. Эктоморфы столько не жмут. Поэтому мы можем отнести его выносливость и силу примерно где-то на 60%. Он мезоморф и где-то на 40 – эктоморф. Почему на 60% мезоморф? Потому что у Игоря Войтенко, как мы видим, нет хорошей рельефности на теле. Это значит, что он набирает очень быстро жир, заплывает. Это значит, что он, скорее всего, мезоморф, потому что мезоморфы могут быстро набирать вес, могут быстро скидывать. А он этим как раз и занимается. Я бы, скорее всего, перефразировал и сказал бы, что на 70% он мезоморф и на 30% – эктоморф. Почему? Потому что я уже сказал это ранее. Пятый пункт – это масса, рельеф и надутость мышц. Сейчас мы поговорим об этих пунктах. Что можно сказать о массе? По массе Игорь Войтенко не такой уж массивный тип. Он, конечно, имеет неплохие объемы, у него отличные плечи, генетически у него плечи развиты. Именно поэтому он жмет большие веса в жиме лежа. У него хорошие плечи, у него хорошо накачана грудь, у него хороший трицепс. Именно поэтому он жмет хорошие веса. Не потому, что он употребляет химию. Затронем опять же рельеф. Как я и сказал, Игорь Войтенко нерельефный. У него хорошие накачанные мышцы, большие, но рельефа нет. Чтобы добиться рельефа, нужно быть эктоморфом, либо хорошеньким мезоморфом. А Игорек у нас получается больше мезоморф и у него, конечно же, заплывчивость с жиром. Но это исправляется, если он будет делать кардио и кушать поменьше. Но так как он кушает очень много и пытается набрать массу, у него растет только жир. И поэтому виден плохо пресс. Что касается дутости мышц, то я могу сказать, что практически все химики обладают дутыми огромными шарообразными мышцами. Мышцы у них наполненные. А что касается Игоря Войтенко, то мы видим, что у него плечи очень хорошие. Лично инспектор детектив Моррис ему завидует. Поэтому у него отличные плечи, но они не такие дутые, как у химиков. Это значит, что он не химик. Как я и говорил ранее, большие объемы не значат, что ты крут. Игорь Войтенко больше просто мясистый, но не накачанный. У него хорошая форма, конечно, для натурального атлета, но на химика он никак не похож. И последний пункт – это изменение скачки в весе. Как мы знаем, химики сидят на курсе. У химиков бывают откаты. Откат – это когда химики заплывают, сливают массу и все такое. Как мы видим, Игорь Войтенко примерно держится на одном уровне уже много лет. И два года он пытается уже набрать массу до 85 килограмм, и у него никак не получается. Что это значит? Значит, что химия паленая. Это значит, что химия не работает, либо значит, что он не химик. Я больше склоняюсь к тому, что он не химик, потому что мы провели уже 5 пунктов, которые гласят о том, что он не химик. Если вам понравилось это видео, и вы хотите, чтобы я расследовал других крутых атлетов, то обязательно пишите это в комментариях и ставьте этому видео лайк. А так я с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok